Инвалидность накладывает на людей различные ограничения в жизнедеятельности, в частности, это касается трудовой деятельности. Ограничения работоспособности накладывают на жизнь инвалида определенный отпечаток, в том числе и в материальном плане. Поэтому рано или поздно у него начинают возникать вопросы, а положены ли мне какие-либо выплаты? А существуют ли налоговые льготы для инвалидов? И так далее в рамках этой статьи постараемся раскрыть вопрос предоставления инвалидам льгот на транспортный налог. Определение инвалидности В первую очередь следует разобраться, кто же такие инвалиды. Это люди, которые частично или полностью ограничены в своей трудовой и бытовой деятельности на основании различных функциональных расстройств организма. При этом недостаточно просто иметь проблемы со здоровьем. Статус такого человека должен быть оформлен официально, подтвержден медико-социальной экспертизой. По результатам этой экспертизы человеку присваивается определенная группа инвалидности, а также выдаются справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации. Читайте также статью «Льготы инвалидам второй группы по транспортному налогу в 2020». Определение транспортного налога Также стоит рассказать и о транспортном налоге. Данный налог представляет собой денежный сбор с владельцев транспортных средств. В России он представляет собой региональный налог, то есть налоговая ставка устанавливается налоговым законодательством региона. Следует отметить, что налоговая ставка в регионах не может превышать в 10 раз установленные нормы. Федеральное законодательство, помимо общероссийской величины налога, определяет объект налогообложения, порядок исчисления налога на транспорт, методы определения налоговой базы, налоговый период и ставки. Законодательная же власть в регионах Российской Федерации имеет право устанавливать величину налога, предоставляемые населению налоговые льготы, а также порядок и сроки уплаты транспортного налога. Льготы инвалидам на транспортный налог Поскольку наличие и размер льгот на транспортный налог устанавливается в каждом регионе местными властями, то и условия их предоставления инвалидам различных категорий будут различными. Таким образом, инвалиды не всегда имеют право воспользоваться льготами на транспортный налог. Инвалиды в таких регионах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Крым могут быть полностью Освобождены от оплаты налогов в случае, если зарегистрированный на них транспорт. Это легковой автомобиль, переоборудованный для инвалида и имеющий мощность менее 100 литров. С, который помогла приобрести социальная служба. Жители же Ивановской. Области, имеющие инвалидность, оплачивают только 50% от налога на транспорт. Жители Республики Коми, являющиеся инвалидами любой из групп, вовсе не имеют никаких льгот при оплате налога на транспорт. Важно! Ознакомиться с налоговыми льготами. На транспорт можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы Дефис www.nalog.ru, поскольку перечислить их все в рамках данной статьи просто невозможно. Документы и заявления для оформления льготы инвалидам. Несмотря на различия льгот при уплате транспортного налога в бюджет в зависимости от того или иного региона, неизменным остается необходимый пакет документов. Для получения налоговой льготы на транспортный налог нужно подготовить следующие документы – удостоверение инвалида или справка об инвалидности. Для людей, чья инвалидность является результатом боевых действий, требуется предоставление. Свидетельство или удостоверение, установленного российским законодательством, родители ребенка, являющегося инвалидом, должны предоставить паспорт с выписанными в него данными ребенка. Важно! Наличие иных документов могут потребовать в каждом отдельном случае, поэтому также при себе обязательно необходимо иметь паспорт, а насчет остальных документов следует уточнять по месту обращения. Также для назначения льготы инвалидам должен заполнить заявление. При этом нужно следить за правильностью его заполнения, иначе можно столкнуться с несвоевременной оплатой и начислением штрафов и пени. Итак, основные моменты, на которые следует обратить внимание, следующие. Обязательно нужно указывать, куда обращается заявитель или его представитель, также обязательно указывать причину обращения, в заявлении должно быть указано. Конкретное транспортное средство, которое подлежит льготному налогообложению. Законодательно установленной формы заявления нет, поэтому заявление можно оформлять по собственному усмотрению, или же скачать образец на официальном сайте Федеральной налогов Службы Российской Федерации. Порядок оформления налоговой льготы инвалидам на транспортный налог. Чтобы получить льготу на транспортный налог, инвалид одной из групп или его законный представитель должен в первую очередь наличие такового в его регионе проживания. Это можно сделать на официальном сайте налоговой службы или на сайте государственных и муниципальных услуг. Также следует заранее узнать, какие документы потребуются. Далее необходимо собрать документы и отправиться в налоговую инспекцию по месту проживания. Сотрудники налоговой службы оформят льготу на транспортный налог сразу же в момент обращения. Важно! Воспользоваться налоговой льготой на транспортный налог можно только на один автомобиль. В случае, когда инвалидом, которому положена льгота, является несовершеннолетний ребенок, ею сможет воспользоваться только один родитель. Оплата транспортного налога для инвалидов. В зависимости от регионального законодательства инвалиды первой, второй или третьей группы инвалидности, могут быть частично или полностью освобождены от уплаты налогов. До момента оформления льготы ФНС транспортный налог, начисляемый на владение транспортным средством и зависящий от мощности двигателя автомобиля, необходимо уплачивать в полном размере. После подачи заявления в ФНС, инвалид сможет оплачивать налог не полностью или же не оплачивать вовсе. Читайте также статью «Пенсия по инвалидности третьей группы в 2020 Москве и Московской области». Ответы на часто задаваемые вопросы. Вопрос Н1. Здравствуйте. Я получила бессрочную инвалидность в 2015 году, но только в конце 2017 года узнала о существовании в моей области регионального закона, позволяющего мне не платить транспортный налог. Оформила эту льготу я только сейчас. Могу ли я заявить в ФГС на перерасчет транспортного налога за весь период? Ответ – владельцы автомобилей, которые ранее получили право на льготу по транспортному налогу, но воспользовались ею только сейчас, могут рассчитывать на перерасчет. Единственное, при перерасчете будут учтены только три предшествующие года, то есть в вашем случае возможно получить перерасчет за половину 2015 года, весь период 2016, 2017 и половину 2018 года. Вопрос Н2. Добрый день. Каким образом на официальном сайте можно посмотреть налоговые льготы в своем регионе? И можно ли подать документы на льготу с помощью портала государственных услуг? Ответ – подать заявление на получение налоговой. Льготы можно через сайт Госуслуг в том случае, если у вас имеется электронная цифровая подпись ЭЦА. Для того, чтобы просмотреть льготы, перейдите на сайт www.nalog.ru и выберите раздел «Нужный вам регион». Затем выберите раздел «Физические лица» и перейдите по ссылке «Граждане платят налоги» на «Выберите личный транспорт». А затем перейдите по ссылке «Я хочу оформить льготу». Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Подписывайтесь на канал.